Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я хочу рассказать о достаточно полезной функции, которую предоставляет сайт tonight.com, продвинутой функции поиска изображений. Собственно, расширенный поиск изображений есть и в Google, а то, что есть в Google, со временем появляется и на Яндекс. И на Яндекс это уже появилось. Но tonight специализированный ресурс, а всякий специализированный ресурс всегда лучше универсального. Исключение составляет Adobe, но это отдельная тема. К тому же tonight появился в 2008 году, а тогда еще Google не предоставлял функции расширенного поиска. Но в любом случае поиска Google я тоже коснусь. Итак, идем на сайт, регистрируемся. Ну просто так, это не обязательно, просто регистрация добавляет возможностей. Зарегистрировались. Дальше либо указываем адрес фото, либо кидаем свое при помощи drag and drop. Начнем с юзерпика. Упс, ноль. А ведь он есть, помните как в фильме? Так, то же самое в Google. В Google надо перейти в картинки, Google Images, чтобы кинуть свое изображение. Ага, два результата. Вода. Он нашел воду, меня он не нашел. Счет ноль-ноль. Возьмем какое-нибудь более известное изображение, но не заезженное. Например, Гелий Коржев. Хороший художник, редкий. Кидаем адрес в тена и находим 8 изображений. Одно, 850 пикселей по широкой стороне. Исходник был 600. Теперь посмотрим, что предложит Google. А вот Google уже молодец. 20 миллионов 270 тысяч результатов. Сейчас посмотрим, что он может предложить по размеру. А вот по размеру тут максимумом 750, а в Тинай было 850, напомню. Но это не важно. В любом случае Тинай в этой гонке проигрывает. А ведь еще лет 5 назад он выигрывал. Что же произошло сейчас? А сейчас он понял, что спорить с поисковиком бесполезно и ушел в узкий коммерческий сегмент. Продукты. Вот он. Поиск, которым славился Тинай. Дубликаты, модифицированные фото, деривативы, то есть производные. За 200 долларов в месяц. Это начиная от 200. Тинай Алерт. Загружаете фото и ждете отчета о том, где оно появилось в сети. Отчет обновляется ежедневно. В банке сейчас 17 миллиардов изображений. Поиск по цвету. Ну и так далее. Тинай проигрывает, но на самом деле он просто был первым. Не формально, а по существу. И поэтому с него я начал этот видеоурок. Для профессионалов он и сейчас хорош, я подозреваю, проверить не могу. Жалко 200 долларов. А бесплатно тут остались игрушки. Вот, например, поиск фотографий по цвету. Выбираете несколько цветов и находите изображение в такой палитре. Изображение с фликера, значит креатив комон, то есть свободная лицензия, может кому-то пригодится. А если говорить про бесплатный поиск, то нам на Google. Итак, Гелий Коржев. Выбираем поиск по картинке. Он находит все сайты, на которых есть такая фотография. Что мы можем сделать? Выбирая все размеры, мы получим несколько фотографий, начиная с самой большой. Видите, 750 по широкой стороне. Что еще? Можно посмотреть лицензию. К сожалению, в российском сегменте на такие мелочи внимания не обращают, фото не маркируют. Можно попробовать проследить время появления фото в сети. А значит, с большой долей вероятности найти первоисточник. Наверное, есть какой-то иной способ. Я просто задаю диапазон дат и смотрю все, что в выдаче. Если бы авторские права у нас соблюдались, мы и смогли бы найти таким образом правообладателя. Ну или наоборот, первого и главного вора, того, кто украл вашу фотографию и выложил ее первым. Давайте, кстати, поэкспериментируем с фото. Возьмем... Ну, Алексея Мякишева. Хороший фотограф. Что-нибудь из колодозерской серии. О, Юрка Баламут. Местный. Так, у нас 25 миллионов. Неплохо. Юрка популярен в сети. Так, посмотрим лицензию. Лицензии нет. Разрешение высокое есть. Хорошо. Что еще? Когда появилось? Ага, петербургский фотограф. Где-то здесь. Но это в любом случае не правообладатель. Тут нам, кстати, может помочь Тинай. Давайте посмотрим, что там. А там ничего. Пустота. Сейчас что-нибудь более известное. Вот, тоже хорошая фотка. А она уже есть на фотошелтере. А значит, ее можно либо купить, либо взять под открытой лицензии. Тут Тинай нам помог. Ну, что еще добавить? По легенде, с помощью Тинай удалось установить личность неизвестного солдата по фотографии, сделанной в Нормандии. Все, любите друг друга, используйте только собственный фотоконтент или контент, выходящий под лицензии CC. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.